всем здорова и снова и опять у нас пылесос samsung аир трек бюджета я не побоюсь этого слова дрянь все кто кричат что эти пылесосы супер отличные что люди свиньи просто загаживают я вам скажу так по мастерской да в любую другую мастерскую зайдите и посмотрите сколько там таких аир треков валяется на которых люди отказались и сколько там других фирм взять хотя бы тот же philips сравнение даже с lg сейчас тоже опустились довольно таки сильно и движки с алюминию мотает и прочее но даже их по сравнению с самсунгами меньше я не буду спорить что это фирма так опустилась или еще что то может быть это китайская подделка нам об этом честно никто не скажет но тот факт что вот этот вот шарпотреб люди скупает надеюсь что подешевле авось меня пронесет в моем случае он будет работать долго но чудес не бывает вот еще один пылесос со скрежетом при включении сейчас будем открывать кому интересно как он открывается у меня на канале очень много роликов есть по ремонту аир треков именно так что можете включать смотреть ну кому интересно еще раз покажу самореза раз два три четыре и вот здесь заглушку открываем тут наклеечка просто подковыриваем и там внутри в колодце есть тоже саморезе сразу пильца открываем и мы какие-то типа гранулы или пилки непонятно вот так кстати вот эти вот гранул это может быть то что подшипник разбился крючатка начала за неподвижную крючатку разделить или цепляться на пластиковые вот такого цвета и стружку погнала все сейчас я открою и уже покажу что же там сломалась смотрите в общем подшипничек играет откручиваем крючатку как откручивать крючатку у меня есть видео так что можете смотреть на плейлисте по пылесосам сейчас ее откручу своим вандальным способом править способ тоже видео есть отдельно и будем менять подшипники если посмотреть сам коллектор нигде прогаров нету ни повреждений ничего обязательно еще прозвоню на всякий случай якорь вроде как целенький обычно себе не горят они оставляют следы в общем как всегда нижний подшипник пострадал сепаратор куда-то ушел он не сказал куда он ушел верхний нормальный как нормально он уже сухой чувствуется но будем опа менять его и на клею садят вот этот очень раздражает что садят на клей там тоже садит на клей на хрена тогда вот это вот шайба пружинная волнистая так теперь по поводу того что вот многих затруднений вызывает вытащить из блока двигателя сам якорь заглушечка вон она что я делаю я тиски разжимаю на такую ширину чтобы губки были за пределами обмоток ставлю вот так вот у меня супруга снизу руку держит или что-нибудь подложить чтобы она на пол не упала лучше если якорь упадет может вал погнуться и выколачиваем просто через заглушку еще не было случая чтобы какой-то якорь упёрся и не вышел все выходит отлично тут ничего не деформируется все сейчас снимаем внутреннюю обойму напрессовываю новые подшипники подшипники в паре надо менять они так что один заменили другой смазали потом опять разбирать надо будет сразу два тут 608 и стоят кому интересно так сразу скажу модель какая уж а частенько спрашивают модель двигателя vcm тире к 40 аж у классов тут номер смотрите можете на паузу постоять номер я думаю вам не нужен серия и небольшой нюансик отступление когда разбираете двигатель щетка держатели отмечайте я вот отметил где какой стоял уши все равно обрабатывать не идеально и щетки стирается небо идеально одинаковым углом и когда вы поставите их наоборот вначале будет небольшое искренне потому что заново будет потираться по своим местам хоть это не долго но все же просто отмечаем и ставим щетка держатель щетками на то место где они были вот тут я маркером отметил тут ничего не отмечал все свободно вращается люфтов нету двигатель помыл а то почему-то некоторые зрители решили что я вот так вот все не продуваю не чищу так и собираю просто как понял смысла нету показывать как я это все полощу что начинается возмущение что зачем нам это смотреть вот да и суть ролика в том чтобы показать причины поломки как их устранить некоторые нюансы такие озвучить сейчас все досохнет блок я промыл почистил потом соберу уже включим посмотрим что из этого получилось я думаю все будет хорошо якоря прозвонил целенький все обмотки целенькие в общем что получилось все четко мягко без вибрации работает теперь опять же почитателям самсунгов я понимаю что здесь решетку сломали это пол беды вот этот нижний фильтр это вот самая поганная вещь потому что это вот скотина деформируется и потом видите вот эти вот края не должны выходить сюда вот такая вот дрянь он деформировался появился подсос воздуха сразу через поролон а поролон когда притягивается он тоже открывает щели доступ воздуха и грязь летит вся в пылесос но такие вот дела мне еще доказывают что самсунги ничуть не хуже дайсонов или керхеров как это говорят самсунга тролли надо уметь пользу пользоваться если правильно пользоваться то тогда самсунг не хуже керхера или дайсона ну я как понимаю они пользуются таким образом что в коробке принесли целлофан не снимает на антресоль положили таким образом принципе самсунге 20 лет прослужит я не спорю вот такой вот ремонт получился предписание на замену фильтров фильтра есть продажи это пусть сами меня этот расходник мы свое дело сделали все тихо работает все аккуратненько надо посмотреть чтобы здесь внутри не было тут нормально все дадим пусть люди пользуются скажем как лучше сделать а там уже сделает не сделает это не мои проблемы каждый сам для себя решает желаю вам чтобы ничего у вас доме не ломалось если ломалось поломки были мелочные вы могли сами устранить эти проблемы ставьте палец вверх подписывайтесь на канал жмите кнопочку колокольчик чтобы не пропустить все новое что творится на канале всем успехов до новых встреч